Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Хайтек. В этом видео покажу, как сделать датчик CO2, а также, чтобы выводилось на экран. И все это на Ардуино. Все, что будет использовано в видео, будут ссылочки в описании. Также код я вам покажу. И покажу, как сделать, чтобы это все заработало, а также собрать. Вот так это дело выглядит. Экранчик, Ардуинка и вот это вот сам датчик углекислого газа. Он очень точный и на самом деле показывает правильно. Вот, в общем, можем пронаблюдать, сколько PPM показывает наш датчик. Давайте посмотрим, что для того, чтобы собрать, нужно купить. В первую очередь, вот такой датчик углекислого газа. Главное, не перепутайте, смотрите, обязательно покупайте MHZ19B. Он типа, как бы, автокалибровку имеет или что-то такое. Потому что, если купите C, он какой-то там неудобный, геморройный, короче. Ну, именно так было написано в интернете. Далее, вот такой вот экранчик ЖК, работает по I2C. Давайте посмотрим в описании. Использует вот такую вот библиотеку. В общем, библиотеки чуть позже еще поговорим. И далее сама плата Ардуино Мега 2560, которую мы и используем. Дальше нам понадобится чат GPT, который нам будет помогать все это делать. И только благодаря ему я подключил сюда экран и также поднастроил скетч с помощью чата GPT. В общем, подключил экран, спрашивал у него, куда что подключать, чтобы, как говорится, упростить себе работу. И это действительно удалось, друзья. Так что, если тоже хотите с ботом поговорить, скажем так, то обязательно подписывайтесь на мой канал, увидите там гайдики. Так, переходим в саму Ардуинку и смотрим на код. Давайте я вам просто его покажу. Вот так вот. Вот так выглядит код. И также вот сюда в... Так, сейчас... Вот сюда в монитор порта тоже выводится количество ppm углекислого газа. Давайте покажу, как нам открыть порт, если вдруг у вас вот этого нету. Так, смотрите, инструменты. Так, монитор порта нажимаем и у вас выскочит вот эта штука. Ее можно тоже двигать, чтобы удобно смотреть на компьютере, если у вас вдруг нету экрана. Сюда нажимаем, вот так дергаем. То есть, сколько нам нужно. Так, далее, что еще необходимо, это вот здесь боку, чтобы у вас вот эти циферки стояли 9600. Это скорость передачи, как я понял. И если поставить неправильно, этот датчик не будет правильно показывать, либо будет вовсе не работать. Так, далее, нужно много всяких библиотек тут поставить. У меня, на самом деле, гемор был с ним, потому что чат GPT вроде правильно говорит, да, но скетч какую-то ошибку выдает. В общем, вот это все. Так, сейчас вам покажу. Вот видите, где написано include вот это, software serial. Далее, ардуино, MHZ19, wire, еще что-то там вот, и экранчик, да. Это все библиотеки. Если вот это не установить, у вас, ну, то есть, если текст копируете себе, вставить, у вас не будет работать, выдаст ошибку вот здесь вправо, что, ну, что-то не работает, короче, неправильно. В общем, в чем суть? Значит, копируем название, например, вот этой библиотеки, вот так, правым кликом мыши, так, где у нас, копировать. Переходим вот сюда, сбоку нажимаем, и вот здесь в поиск вбиваем, нажимаем Enter, то есть, поиск. И вот здесь, где библиотека находится, если здесь ее нет, ищите в интернете, чтобы она вот именно так выглядела, потому что, если будет выдавать ошибки, нужно вот эти все библиотеки установить. Вот. Ну, я попробую скинуть, наверное, может быть, куда-то на Яндекс.Диск, чтобы не было проблем и скетч, и библиотеки. Еще библиотеки можно добавить вот здесь, нажав скетч, добавить библиотеку. Если вы скачаете ZIP, нажимаем вот здесь, добавить ZIP библиотеку, и вот здесь, например, когда я скачал вот так ZIP, да, нажимаем открыть, и у вас, как бы, библиотека притянется сюда к проекту. То есть, без нее работать это не будет. Так, далее, для того, чтобы, например, сделать, ну, полностью код свой, да, который хотя бы будет работать без чата GPT, например, если мы хотим, чтобы этот датчик, позволил нам, ну, то есть, проверить хотя бы без экрана, да, чтобы вот здесь отображалась уровень CO2, например, на компьютере. Что нам нужно делать? Так, закрываем это дело. Так, давайте нажмем New Sketch, чтобы у нас открылось новое окно, ну, то есть, как будто новая программа. Так, то на фоне можем мы прикрыть. И, значит, что нам здесь нужно? Так, фокус, пожалуйста. Фокус. Так, вот здесь, смотрите, когда мы все библиотеки добавили, файл нажимаем, примеры, и вот здесь надо найти нашу библиотеку. Так, где она? Вот она. Вот эта библиотека, MHZ19B. Так, и вот здесь нам нужно выбрать Basic Usage. То есть, базовое использование. То есть, если вот этот код мы сейчас вставим, то у нас будет сразу работать датчик углекислого газа, если даже вот вы используете этот код сразу. Нажимаем загрузить на плату, сейчас увидите, что произойдет. Так, сейчас напишется, что компиляция успешна. Так, далее мы опять-таки делаем инструменты, мониторинг порта, нажимаем, чтобы у нас показывался датчик. И он начнет вот так у вас показывать, смотрите, углекислый газ, PPM, но смотрите, самая важная фишка. Подождите пару минут, потому что датчик имеет такое свойство, он может показывать ноль или ошибку, пока он не прогреется какое-то время, продолжительное время. То есть, он может ошибки выдавать, еще что-то, вы будете думать, что не работает. Единственный минус в этом скетче, который как бы с завода идет, он еще показывает температуру, которую датчик не может показывать. Вот, я бота попросил, чтобы он просто убрал этот код, чтобы он температуру не показывал. Я просто все скопировал, напиши, убери, чтобы не показывала температуру, и он ее убрал. Ну, здесь она где-то вот здесь показывается, где вот температура. Вот, далее, я вот этот код загнал, значит, в чат GPT и написал ему, добавь, пожалуйста, отображение всего этого на экран вот такой-то, такой-то. То есть, как у нас экранчик называется, давайте снова откроем, где у нас экранчик. Написал экранчик вот такой, подключенный по I2C. I2C, это значит, что по двум проводам экран подключен. И давайте смотреть, как у нас теперь все это дело подключено. Так, давайте снова вернем мой скетч. Так, это у нас какой-то пустой скетч. Откроем мой скетч, который именно работает с экраном. Снова нажимаем загрузить, чтобы как бы скетч, который у нас работает, загрузился в систему. Так, ждем, все, загрузка завершена. Открываем опять монитор порта, чтобы мы тут могли смотреть. Так, почему тут температуру показывать? Ну, по идее, здесь не должен показать температуру. Ну, ладно. Так, какие контакты у нас подключены? Смотрите, пин 10 и 11 у нас подключен. 10 и 11 пин у нас вот здесь находится. То есть, тут у нас подключен, получается, сам датчик. Синий провод. Так, синий провод у нас заходит на какой? На 11. А 10 у нас это зеленый. Вот, так что вот так можете ориентироваться. На самом датчике давайте покажу, как выглядит, если его будете покупать. Вот так он выглядит. То есть, сразу поймете по цветам. Да, другие провода не нужны, они используются в специфических условиях. Так что вот так вот сам выглядит датчик. И, в принципе, ничего не перепутаете, если по цветам сделаете правильно. И подключите точно так, как указано. Вот он, синий, идет, идет, идет. И заходит он вот сюда. На 11. Зеленый заходит на 10 номер. Соответственно, питание используем 5 вольт. Вот здесь вот сбоку. Граунд черное, это земля подключена. А 5 вольт, это красное. Вот, то есть, подключено к макетной плате 5 вольт. 5 вольт сюда подается. От самого экрана подключено. Давайте я приближу, покажу, какие провода куда идут. Так. SDA правый, оранжевый, идет вот сюда. Видим, да? На 20-й вход. Подождите, 20-й или не 20-й, я отсюда не вижу. Да. А 21-й идет на желтый. 21-й идет на желтый. Видим, да? Все названия. В общем, так это дело и работает. И все это, друзья, сделано с помощью чата GPT частично, потому что он очень сильно облегчает работу, да? Вы вот тут можете смотреть, да? Какой код, типа, ну, для экрана. Тут потому что просто прописано, да? Подключайте к такому и к такому пину. А какой номер не написано. Вот я у бота это спросил. Говорю, какой подключить пин мне? У меня вот... Так, где я написал-то ему вопрос? Я ему код скинул, чтобы он точно проверил, какие пины нужно подключить для Arduino Mega для работы экрана. И он из кода понял, какой у нас экран, потому что ранее я ему писал, что вот такой-то экран, например, в коде. Вот. И дальше он написал, что нужно подключить это к такой-то ножке, это к такой-то. Ну, он тут еще для других экранов тоже написал, что если у вас там кнопка вот так называется, пин, да? То подключить туда или, например, на землю. Так что вот. Подробно написал, что надо подключить и так далее. В общем, все работает, друзья. Можно пользоваться. Потом, думаю, прикручу какую-то логику, да? Когда определенное количество PPM наступает, углекислого газа, у нас включается, например, вентиляция. Или что-то типа того. Так что подписываемся на канал, будет круто. Все. И по ссылкам можете заказывать. Будет проверено все это дело. Все. Пока. Лайки, подписки, комментарии. Субтитры сделал DimaTorzok